Дмитрий Дымчук Последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь. Трое украинских военных получили ранения, информируют в штабе АТО. В ОБСЕ в очередной раз сообщили о гуманитарной катастрофе в ряде населенных пунктов Донбасса. Проблема обостряется в городах, расположенных на линии соприкосновения. Там нет электроэнергии, водопровода, не хватает жизненно важных продуктов и предметов первой необходимости. Об этом заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Бацюркив. 9 апреля в Киеве под стены Верховной Рады Украины вышли переселенцы из зоны АТО. Активисты заявили, что депутаты представителей Донецкой и Луганской областей не голосуют за важные для жителей Донбасса законы, а те, которые были приняты, не работают. Подробности узнавал корреспондент ОТВД. Сегодня представители движения в цельной громаде Донбассе вместе с Луганской областной правозащитной организацией Альтернатива, а также с организацией по помощи переселенцам Донбассос и вообще людям, жителям АТО мы решили прийти и рассказать про деятельность депутатов, которые мы видим как депутаты из Донбасса, которые жили, работали и вообще имеют свои интересы в Донецкой и Луганской области. Их мы сегодня 33 депутата увидели и мы посмотрели, сколько законов было принято за восьмой созыв, за этот период, в который он работает, за этот период. Это 9 законов. Из них 6 вообще являются сугубо техническими, то есть они минимальная политическая подоплека. Возмущает, конечно, еще позиция их по переселенцам. То есть они яро говорят о том, что необходимо помогать, но до сих пор не создан центральный орган власти, который может министерство, либо какое-либо другое агентство, которое бы могло решать проблемы переселенцев. У нас это очень беспокоит. Мы все, в принципе, здесь переселенцы и мы хотим таким образом показать народу Донбасса, что те люди, которые их здесь представляют, фактически их интересы предали. И в дальнейшем уже на местных выборах они должны понимать, что эти депутаты будут вести свои команды в местные советы и они должны более пристально следить за их деятельностью. С 21 января в зоне АТО введен режим пропусков. С апреля система должна стать электронной. Журналисты ОТВД побывали в одном из пунктов оформления пропуска и узнали, как сегодня оформляют документ и введены ли изменения. Вот приехала я 23 числа, в марте. Мне талончик дали только на 25 мая. То есть я должна была два месяца подождать, а потом еще три недели сам пропуск. Наш мариупольский пункт оформления пропусков работает с февраля месяца. С того времени мы внесли некоторые изменения для удобства граждан, потому что очередь она действительно очень большая. Поэтому мы ввели сначала талонную систему выдачи документов, чтобы человек мог прийти, записаться на тот день, когда ему удобно и сдать документы. После сдачи документов, значит, оформляется этот пропуск порядка двух недель, то есть 10 рабочих дней. Исходя из возможностей технических, чисто технических, вот и получается, что мы в день принимаем порядка 300 заявлений. Мы очень ждем, когда заработает электронная система, это гораздо облегчит систему работы по этому направлению. И жителям, конечно же, будет так удобнее, чтобы сдали документы, то ли по почте, то ли в электронном виде. И приходить уже сюда не нужно будет. В Киеве состоялась дискуссия «Реальный и воображаемый Донбасс». Предметом разговора стала трансформация Донбасса. Его особенности – отличие и сходство с другими регионами Украины. Участниками события стали баэта, переводчики и исследователи-журналисты, которые поделились известными стереотипами, сравнили мифы о территории и реальность. Материалом для встречи послужила книга польского автора Марты Студен из Круквы «Украинский Донбасс». Участники дискуссии отметили, что хоть монография и вызывает немало вопросов, но все же материал позволяет дополнить наши представления об особенностях этнических процессов на Донбассе. Событие прошло в рамках «Донбасских студий» проекта Культурного фонда «Изоляция». Культурного фонда «Изоляция».